Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Просто чего добиться-то? Вы хотите какую-то правду добиться? Ну, вроде вся страна так же. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Есть этот журналист, скажет, что зеленое это зеленое, администрация города скажет, что зеленое это фиолетовое. Он скажет, что зеленое это фиолетовое. Нам ничего не дают? Вообще ничего. Только штрафы, 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 штрафы. Проверки, проверки, проверки. Проверки, проверки, да. Они выписали предписание, там, столбы, забор возвести. Вот мы все сделали и что? А теперь надо это все убрать. Они привели все в порядок, все отсыпали, все разровняли, провели электричество, провели воду. Вот это хорошо. Вот такой участок мы заберем обратно. Спасибо за аренду. Взяли бы меня, взяли бы 50 волонтеров ваших. И мы бы все вместе пошли бы в администрацию и сказали бы, а где 140 миллионов гуляет два года? Почему до сих пор не построен пью, нормальный, хороший, современный? Вас интересует территория. А приюту будет какой-то выделенный участок взамен? Они подерутся, не надо. Вы, да, представляете? Здесь все как-то. Нет? Он не кусается, он не кусочек. У нас дрочит, но... Не доказать же. То есть они договор заключили, получали арендную плату, а сам земельный участок не передали? Его немножко преувеличивали. Так к приемке передачи данного участка существует? К моей компетенции это не относится. А у нас Садыков уехал опять, да? Беги, беги, беги куда-нибудь, беги. Сука, ебанка. Тихо, тихо, тихо. А его на руки возьми, да и все. Деньги давайте, а участок не дадим. Серьезно? Россия это судьба, да? У нас необычная страна. Действительно нарушение сунитарное. Ну вы же при мне говорили, что нету никаких. За один час вывезти 10 собак в город Тюмень. Сколько у тебя времени было? Минус 3 дня. Ну ты что, машины времени нет, что ли? Добровольно забрать, вам никто препятствует не будет. Застрелили двоих судебных присталов. Он мне дал срочку до воскресенья. Прям всех собак будете возить? Да. Самое дорогое электричество. Сколько киловатт стоит? 12? Губернатор отказывает встречи. Она не видит вообще смысла со мной разговаривать. Какие еще вопросы? У нас денег на кармане нет. Мы кормим едой с садиков. Как мне сказали в суде, надо звонить, долбить. Очень нужна помощь. Если я это все не вывезу, это будут все они демонтировать и убирать. Константин, мы договорились, да? Да, наверное, попробуем постараюсь. Ответ настоящего мужчины. С благими намерениями, пожалуйста, приезжайте. Тихо. Вы слышите? Тишину. Теперь в этом приюте будет все время тишина. Ты правильно что сказал, как на кладбище. Пойдем с Садыковым пообщаемся. Подскажите, пожалуйста, а приюту будет какой-то выделен участок взамен? Может, имеют право обратиться в департаменте имущественных земельных отношений. Заявление будет рассмотрено. Ну, насколько я знаю, у них за ЖД где-то выделили участок весь в лесу, в мусорке там. Как всегда, второй участок выделен замусоренный, без акта передачи. Ну, тут еще нефтяные разливы, мусорки, ямы, фундамент какой-то. Ямы, да, тут вагончики стоят какие-то с собаками, тут собаки бегают. Это все приписали нам, естественно, что это все наше, мы за это должны нести ответственность. Какие-то железобетонные конструкции, нефтяную бочку там нашли, привозят газели, шины. Покрышки. Еще тренажеров для собак привезли, короче. Вот сколько тренажеров для собак. То есть, вот такой участок подходит для приюта? Я не могу комментировать за департаментомышленных земельных отношений. А вы... Я не могу сказать, где им выделили конкретно. Нет, про это ничего не есть. А вы представитель администрации? Контрольное управление. Контрольное управление чего? Контрольное управление администрации города Сургут. Ага. А за земельный участок... Департаменты мышленных отношений. Вы, да, представляете? Здесь все контрольное управление. Что нас интересует территория. Да. Что нас дрочит, но... Земельное управление не вы представляете? Земельный контроль, но... Речь идет о предоставлении земельных участков, департаментомышленных земельных отношений. Ну вот сейчас собак куда вывозят? Я так понял, в отлов куда-то, да? На передержку? Сотрудники ветнодзора присутствуют. При данном мероприятии будут, пожалуйста, уточнительные. У них это будет сложно. Компетенция относится к ветнодзору. У нас дрочит, но... Скажите, пожалуйста, насколько мне известно, 4 года назад данный участок был в ужасном состоянии. Тут были две ледневки, двухэтажные горы и мусора. Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Без электричества, без воды. И администрация все, что сделала, это выделила вам участок. Без воды и без электричества, и совершенно непригодный для содержания сады. Там запах болота, и он цветет. Вот администрация выделила участок такой вот для приюта. Это вообще нормально? Вы немножко преувеличиваете. Почему? У меня есть видео, на видео все зафиксировано. Хотите, посмотрите на канале Сыргутный отзор. Здесь было предоставлено 3 земельных участка. Они выбирают участок по загаженнее. Взымают аренду. Взымают аренду. Штрафные санкции. А потом передают документы в суд, и когда человек убрался на участке, ему просто взымают участок. Класс! Супербизнес. Если вы говорите про уберегение, это первый момент. А второй момент, землепользователь, когда берет в аренду земельный участок, он визуально проводит обследование. Также земельные участки в таком состоянии, как вы говорите, они могут предоставляться. Ответственность уже и благоустройство уже землепользователь берет уже на себя, то есть там, от строительства, еще что-то. Разлив нефти зафиксировали и назначили штраф именно вам? Да. Это с вас надо штраф взымать. Существует ли такой документ под названием акт приемки и передачи данного участка от администрации по договору аренды на сколько, по-моему, 10 лет, что ли? Вот акт приемки и передачи данного участка существует? Я не могу сказать, потому что в департаменте имущественных земельных отношений вы можете обратиться, кто заключал договорные отношения. Но вы такой документ не видели? К моей компетенции это не относится. У нас дрочит, мы дрочит, но... Еще раз говорю, обратите департаменты мужчинных земельных отношений, в любом случае договорные отношения подписаны, то землепользователь соглашается с теми условиями, которые изложены в договорных отношениях. Других вариантов не было просто. Это было единственное возможное место. Ну, насколько я осознаю договор, это является, как сказать, договоренность о том, как будет взаимодействовать. А факт передачи земли фиксируется актом приемки и передачи. Смотрите, здесь, ну, сугубо ваше мнение, да, это человек, который, так сказать, не работает в администрации по органу, что будет, и не совсем, наверное, его профиль по земельным отношениям. Для этого нужно обязательно в администрации работать? Если вы хотите более исчерпывающую информацию, можете официально обратиться в наш адрес, в администрацию города Шургута, он на все вопросы исчерпывающие ответит. Благодарю. Всего доброго. Благодарствую. Акты приемки и передачи, насколько мне известно, в данном земельном участке от администрации к приюту Берегини не было. То есть они сюда заехали вынужденно, потому что их выселяли с предыдущего участка. Им сказали, давайте заключим договор вот на этот участок, ну, а им куда деваться? Ну, фиг с ним тут, это, под затопление, это, по колено вода, куча, это, двухэтажные кучи мусора, болота, топь, нет электричества, нет воды, а куда им деваться? Вот они вынуждены сюда заехали. Но акта приемки и передачи не было, насколько мне известно. Вынуждены, просто согласились они. Вот начальник земельного департамента, отдела земельного регулирования, по-моему, называется, администрации, вот он, я его спросил конкретно, есть такой акт? Он ничего пояснить не смог. То есть они договор заключили, по которому они получали арендную плату, а сам земельный участок не передали. И в суд не обращались, чтобы обязательно принять участок. Ну, потому что они по факту заехали. Никто даже не удивляется. Ну, да. Все как обычно в этой чудесной стране. Это же служебная машина, да? Нет. Нет? Белая груза. А, это по подряду, да? Наемная как? Собьи инструкции. Ну, по договору там еще как-то. А, ну, я по поводу санкций этот. Сейчас же все производители выходят из России. И всякие магазины, и Huawei, и производители электроники. Полностью сворачивают производство и выводят. Завод Кия в Петербурге уже 8 месяцев простаивает. И не собирает, ну, там, 200 тысяч машин в год они делали на заводе. Они вообще не собираются производство восстанавливать. У них был вынужден непростой, а сейчас они объявили, что вообще уходят. Ну, вот вопрос, а Ниссан не собирается выходить? Да, да. Ну, если уйдут, то на чем будете? Судьба тут? Судьба? Ха-ха-ха-ха! Россия – это судьба, да? Ха-ха-ха-ха! Благодарствую за честный ответ. Я спрашиваю водителя, я говорю, что произойдет, если Ниссан уйдет из России? Я говорю, ну, что делать? Судьба такая. Ну, дещатку сейчас, ну, что? А я эту ситуацию предсказывал еще 8 лет назад. Я говорю, у нас, говорят, все ездят на всем иностранном. Если вдруг они все решат уйти из России… Мы даже не помним, как телеги делаются, понимаешь? Мы даже телегу не сможем делать. Это необычно. Это у нас необычная страна. Скажите, пожалуйста, собаки куда едут? В приемке, дорога домой. А они там будут какое время содержаться? Постоянно? На постоянную основу? Пока их не заберут. Пока их не заберут? А что значит расформируют? Под людьем приветом. Александр, а можно получить комментарий? Или заняты? Нет, пока нет. А чипа нет, да? Нет. Нет. Ну, я так понял, СМИ сегодня не будет. Они вчера уже отстрелялись. Ну, да. Видишь, Садыков решил не общаться с независимой прессой. У нас дрочит, но… Столько трудов сюда вложили. Вот эти доски мы перетаскиваем. Порядок наводили. Ну, я спросил Садыкова, есть ли акт передачи земельного участка. Договор они заключили, да, на аренду на 10 лет. А акт передачи, я насколько помню, его нет. Ничего нет, вообще ничего нет. Ну, получается, деньги давайте, а участок не дадим. Серьезно? Вот так. Это нормальная практика для них. Ну, я его спросил, такой документ существует, он ничего не смог пояснить. И сказал, это не в его компетенции вообще. Так. Понимаешь? Я с его слов делаю вывод, что он некомпетентен. А ты подойди к нему, другой какой-нибудь вопрос задай. А он все, не будет общаться. Он под конец сказал, обращайтесь с официальным запросом. У нас дрочит, но дрочит, но... Всего хорошего. Рядом стык, вон, непосредственно руководитель. О, здравствуйте. Не здоровайтесь. Здравствуйте. Нет? Здравствуйте. Здравствуйте. С вами вроде... О, Марк, здравствуйте. Я знакомого видел, который женщин вместе со скамейкой поднимает. Молчание честный ответ, благодарю. Подниматель скамеек вместе с женщиной. Пристав. Как подниматель скамеек? Был суд над прокурорами и этот... И он там сказали, типа, незаконный режим перевели. Сказали, всем выйти. Вот. Они... Они начали всех выгонять. И... А женщины сказали, мы не... Это типа... Мы не понимаем, почему мы должны выходить. Он просто сзади подошел и вместо скамейки поднял в трех женщин. Мы съехали, да? Ну, а потом я в коридоре видел, говорю, а если бы там твоя женщина, твоя мама сидела, ты бы так же сделал. Моя мама не ходит по коридорам. Ходит по судам. Я посмотрел репортажи СМИ, они задавали удобные вопросы администрации. Они опять показали то, что им надо. Я вчера принес вот такую пачку документов, где стоят даты. Мне 31 числа на электронную почту пришел документ от администрации, что я обязан их известить, куда я перевожу животных. Это обязан там договор предоставить, аренда изменного участка и все такое. 31 октября мне пришел этот документ, а должен был я эти данные предоставить до 12.00.28.10.2022. Сколько у тебя времени было? Минус три дня. Минус три дня? Ну, мне пришло 31, а должен был я сделать 28. Ну, у тебя что, у машины времени нет, что ли? Ты что, в 21 веке живешь? Ну, да. Участок вообще в ужасном состоянии был. Нет, тут участок в идеальном состоянии, а не почему его забирают. Тут двухэтажные горы мусора были. Траншей, вот где дорога сейчас идет. Здесь была траншея такая, ледневка называется, трехметровая. И вон там еще была. Вот такой участок без воды, без электричества, без подъездов, без заездов. Вот как хочешь, так и используй. Они привели все в порядок, все отсыпали, все разровняли, провели электричество, провели воду. И вот теперь... То есть вот это уже хорошо, да? Да, вот это хорошо. Вот такой участок мы заберем обратно. Спасибо за аренду. За уплату аренды. Представляешь, за счет приюта, за счет добровольных пожертвований жителей, Вот такую, в кавычках, работу проделали. Загидуллин Рустам Тагирович. Вот как его зовут. Это тоже? Нет, вот сидит водитель. Все, пойдем туда. Все действие там будет. Свои, 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 свои. О! О! Нет, 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 нет. О! Ну ты-то куда? Ты-то куда? Давно, давно, давно у вас не был. Простите, пожалуйста. Что, бульдозеров не будет? Не знаю, вот там, это, такое хозяйство. Ну, вроде как, ну, вчера попросили, Они нам дали время убрать вагон и все остальное до воскресенья. Не знаю, видел там на входе, они ворота разобрали, Бросили там около дороги прям. Ну да. Не занесли ни сюда, ничего, а кто за это будет отвечать, будет. Подожди, давай познакомимся, кто это у нас? Это у нас веднодзор, да. А это отлов, дорога домой. Да. Стерилизация, вакцинация, выпуск. Так, так, так. А это кто? Где? Это я. А, это ты. А вот это помощники, да? А это все отлов. Отлов. И это тоже? Где же это отлов, да. Сейчас все будут вольеры? Да. Остались нас только задние вольеры. Блин, столько сил потратил на это. 21 видео. Все контрольное управление. Я вчера Ильиных тут стоял, я ему рассказывал про нашего любимого, любимого Володеньку Садыкова. У нас дрочит, но не дрочит, но. Я ему прям говорил, как он разговаривает, что он делает. И стояли, Владимир такую оговорочку прям по Фрейду классную сделал. Ну, собака чувствует нехороший, где Константинов. Ну, меня тоже наругалось, говорит, что так долго не приходил. Да. А вот кто-то подъехал, не Садыков? Да, он сам ехал. Он такой, ну, да. Нас интересует территория? Да. У нас дрочит, но. Должен. Вот они вдвоем приезжали и говорят, нас интересует территория. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Забыл, как... Как же так получилось, что в итоге все СМИ трубят, что тут на санитарные нарушения. И никто ничего не делал. Действительно нарушения санитарные. Не только санитарные, ветеринарные нарушения. Мы же видим сегодня. Ну, вы же при мне говорили, что нету никаких тяжелых... Знаете, день на день не похож. Ситуация ухудшилась? Когда-то люди готовятся к проверке, а сейчас мы пришли неожиданно. Ситуация ухудшилась? Это налицо. Я думаю, Максим тоже. А у нас Садыков уехал опять, да? Да, он увидел тебя и уехал. Ну, да. Я думаю, тоже так что. Вот этот бардак, который образовался, это вот именно в связи с тем, что... Ну, смысл что-то делать, если все равно все разговаривают. Забирают. Забирают. Здесь, ну, есть видео, я приезжал, смотрел, помогали. Мы приезжали убираться, заборы возводить. Вот эту будку я помогал делать. То есть это предполагалось, что будет городок из таких вот домиков, где по пять, по шесть собак с отоплением, с освещением, с декором будут жить. А сколько денег вложено сюда уже? Вот этот Максим говорил, я говорю, квартиру продал. Да, да, да. Наследство, квартиру, все в видео есть. Ну, опять же, вы мне даете такие сроки. За один час вывезти 10 собак в город Тюмень. Нет, за один час же вам никто не говорит. Ну, вы же говорите, час есть, пока они будут собирать. Я не сказал, я говорю, сейчас говорю, это же не час. Вопрос, чтобы вывезти в 50 собак. Ну, я же вам говорю, чтобы вывезти даже 10 собак, мне надо собрать 10 клеток в 10 будок, вывести где-то все в машине. Помощь может быть, не знаю, буду вам, кто-то уже начнет собирать. Ну, просто видите, у вас даже клетка, это уже, да, состояние клетки. Смотрите, это... Нет, эта клетка, она сломанная, она тут стоит, как столик. Ну, хорошо, собирайте быстро. Кто-то, где у вас есть, кто-то, вы сами будете собирать здесь? Да, я, Саша. Ну, чтобы просто кто-то приступил, как вы говорите, кто-то скрутит, пока сиденье там с газели. Вот кто-то начнет уже, как бы, процесс, чтобы ушел. Вы просто даете такие сроки, как бы, что... Нет, подождите, мы же вчера с вами оговаривали изначально, когда приступили к исполдействию, о том, что когда все было вручено, когда было вручено, когда был суд. Вы мне дали до 1-го, 11-го, вы дали мне 28-го, 10-го, 15-20. Вы дали, нет, вы отталкиваетесь не от требования, вы отталкиваетесь, как минимум, от постановления о возбуждении исполнительного производства. Вы добровольны, у вас есть срок, все они донаты на добровольное исполнение. После чего вам вносят исполнительский сбор. Идут. Вот поэтому и не любят таких людей в таких вагонах. Вот ничего человеческого нет. Мы исполняем решение суда, ничего личного как бы. Сейчас я, ну, с вашей стороны не вижу препятствий. Как бы, смотрите, если вы готовы что-то сейчас добровольно забрать, вам никто препятствий не будет. Забрать собак вам никто не запрещает. Просто если сейчас вы готовы это сделать, вы можете приступить. Сегодня какое число? Второе. Второе? Ноября 2022. По сей день я не получил ответа с суда. Ни постановления, не ознакомился с делом. Почему мои апелляции без ответа остались, почему мне отказали. Я 28-го написал документ, заявление, и по сей день я ничего еще не получал. Тут нужна грамотная право, это, юридическая правозащита. Нужно знать, как устроена судебная система и грамотно с ней взаимодействовать. С 28-го по нынешнему суда я еще ничего не получал. Сколько дней уже прошло? Ну, значит, надо, как мне сказали в суде, надо звонить, долбить. Ну, вот. А мне когда звонить, долбить, когда вот тут надо было? Ну, да, кормить 150 портов, точнее пастей. Прям всех собак будете вывозить? Да. Просто приставы пообещали Максиму, что он сможет забрать 10 собак в Тюмени вывезти, а по факту он не успевает ничего. Ну, он, который говорит собак оставить, мы их оставляем. Ну, он говорит, что уже вывезли. Те, которых вывезли, он может забрать у нас и вывезти. Как частное лицо, да, получается? Ну, как представитель компании Хорт. Там вроде бы все собаки записаны на Хорт. А Хорт, это, насколько я помню, это новое юридическое лицо, которое они образовали после ликвидации приюта Берегини, да? Да, скорее всего, да. А у вас где приют находится? На Белом Юру, Таёжная, 26А. У вас там вольеры, отопление есть? Да, конечно. Наши видео не смотрели? Еще пока не довелось. Не довелось? Нет. Вы имеете в виду, которое новое, свежее какое-то? Да нет, там 21 видео на канале Сургутнадзор про приют именно. Нет, я смотрел какую-то часть видео, но это были старые видео, давнешние. Ну да, я тут давно не был. Так, ну ждем, пока они освободятся. Я хочу ветеринара Александра, ветеринарную службу. Вот все мои приезды предыдущие, он говорил, что все животные в нормальном состоянии, в удовлетворительном. Критических случаев нет. Это все зафиксировано на видео. Сейчас, я так понял, какие-то критические случаи есть. Я хочу получить комментарий. Это все машины этого Константина? Да. Хорошие комментируют? Гранты. Сюда, в приют, ни разу ни одного гранта не выделено. Хотя Шувалов обещал, по-моему, два года назад, что из... А, не обещал, а он написал прям, что уже выделено 140 миллионов на возведение нового приюта для собак в городе Сургут. Официального, единого, общего, уже разорватывается проектная документация. А по факту до сих пор ничего нет. И куда делись 140 миллионов, непонятно. Хотя в среднем приют стоит, в среднем по России, 20 миллионов. А у нас решили выделить 140. А там где 140, там может и 500, а может и миллион. Ой, этот миллиард. И никто об этом не знает. СМИ приехали, засняли, как здесь все ужасно. А по факту никто не хочет разбираться. Только в моих видео я видел альтернативную точку зрения. Там все. Там и в опеку на них подавали. Пытались через детей воздействовать. И ко мне физические силы применяли. Спину тыкали пальцами. Есть тип. Это кабель. 643. 09. У меня. Вот эта страна здесь. Закройте тебе. Фу. Ничего не убрано. Куча. Куча. Говна. Куча, куча говна. Тьфу. Все засрано, засрано. Ну, вполне естественный процесс, потому что Максим один не справляется. Здравствуйте, товарищи, животные. Друзья человечества. Лапы все вдавне. Что же такое происходит в нашей жизни, а? Привет. Так, надо заснять самую большую кучу говна. Максим. Максим. Константин, вроде, сказал, ты можешь у них забрать их собак. Да. Мы вчера об этом разговаривали, да. А, ну тогда в чем проблема, что они вывозят всех? Ну, зачем вот этот стресс собакам? Туда, сюда, когда они? Ну, в принципе, да. Ты же видел, как они вперед взялась. А что, нельзя? Нет возможности оставить тех собак, которые он сказал? А это вон, к ним. А вот тут он, Константин говорит, что тут 8 осталось, и там еще 3, вот 11. Может, из этих вот это что? Ну, вот смотри, мне перевезти собак, это мне сейчас надо разобрать машину. Это мне надо собрать клетки, потому что у меня клеток нету, мне надо, получается, вот эту сетку покусать, ее скрутить, сделать из них клетки, загрузить собак в машину и увезти. Это, ну, минимум до вечера, это минимум. Ну, то есть тебе удобнее потом у Константина забрать, да? Вообще неудобно, я бы не хотел, чтобы мы туда ехали, но мои пожелания, это мои пожелания. Это, может, вот эти 8,3 тогда ты тут оставишь и вечером заберешь, нет? Вот там вот в машине сидят дяденьки страшные, это вопрос к ним. Слушай, я так понял, судя по горам говна, никто приюту вообще не помогает. Ты тут один, да, получается? Саша. Вы вдвоем? Да. Потому что я смотрю, ну, приют сейчас в ужасном состоянии. Ну, финансирование в этом. От администрации вообще ничего не выделилось. Ты видишь, что администрация делает? Вижу. Показать, сколько у меня штрафов от администрации? Да, я видел. Вот, это одно, и плюсом сейчас еще будет. Плюс, а, еще 50 тысяч мне штраф за неисполнение судебного этого предписания. Уже вот этот тот дяденька судебных приспакт не дал. Это, кстати, так стать. За технику я должен буду заплатить. Поэтому, как бы я... За технику какую? По уборке? Нет, ну, мы сейчас пока договорились с директором лесопаркового хозяйства, который должны все ему что-то сюда вывести. Он мне дал срочку до воскресения. Он говорит, ну, я должен двигать каждый день, что здесь что-то происходит. Поэтому вот сейчас у меня в данный момент просто взрыв мозга головного. Мне сейчас надо, получается, разобрать машину, собрать клетки, загрузить собак. Хотя бы им воду, не воду, это обязательно. Потому что даже до Тюмени ехать, это, ну, минимум сутки. Потому что, ну, это газель, она не ездит 200 километров в час. Так и не поедешь. Кого-то оставить здесь. То есть, это опять найти людей, которые мне помогут здесь это все собрать, убрать. Хотя бы сложить в одни кучки. Мне, как бы, там, с товарищем договорился, у него техника. Он договорился здесь поставить два крана. Получается, собаки, будки. То есть, в очередной раз я опять частично исполняю требования. Потому что требования были убрать вагоны на колесах, убрать торговый павильон. Вагонов нету, павильона нету. Я говорю, за прошлую ночь я вывез 22 собаки. То есть, мы делали, делали, делали. Подожди, подожди. А что будет с вольерами, вот с этими будками? Это все надо разбирать, вывозить. А вот эти вагончики? Тоже вывозить. За чей счет? В любом случае за мой. Это писец. Даже если будет администрация это делать, они мне выставят счет в любом случае. Либо, если я это не оплачу, это уходит в счет погашения долга. Вагоны покупались на личные средства. Потому что надо было на что-то содержать собак. И носить долги за электричество. Вот здесь, на этих базах, самое дорогое электричество. Вот мне кажется, даже, я не знаю, в мире таких цен просто нет. Несмотря на то, что Грессел сейчас плюнуть и попадешь на Грессел. Сколько киловатт стоит? Рублей. 12? Да. Или 11,90 или 12, что-то такое. Даже скидку для общественной организации не делаю. Антон. Я тебя очень сильно уважаю за твой ум и за твой разум. Но ты такие вопросы задаешь. Вот честно. Какая скидка? Я же тебе говорю, бизнес есть бизнес, а общественная организация есть общественная организация. Кому это надо? Ну почему? Какая скидка процветает, а другая захлебывает? Какая скидка? Ну, вот это? Нет, это. А, посмотри по контрактам по отлову. У меня вот был один такой вопрос, я всем его задавал. Позапрошлом году в Питере, контракт, Питер миллионный город. Контракт был на 800 тысяч. Константину Аркадьевичу за 27 миллионов дать. Вот умеет вот как-то. Работник, которому указывает, как действовать, как дышать и что писать, администрация города. Потому что есть хозяин города. Есть этот журналист. Скажет, что зеленый – это зеленый, а администрация города скажет, что зеленый – это фиолетовый. Он скажет, что зеленый – это фиолетовый. Потому что если он скажет, что зеленый – это зеленый, он никогда даже дворником в этом городе не устроится. Но это не надо быть очень сильно умным, чтобы это понять. Все это знают. Да. Какие еще вопросы? Да, вообще-нибудь. Они находятся на земле, целевое назначение которой – приюты для бездомных животных. Они себя назвали центром помощи животных. Естественно, закон о приютах к ним не подходит никак. Но почему-то они там живут уже тоже с 2019 года. Их никто не выселяет, у них все хорошо. Им какой-то там меценат дом построил. У них все замечательно. У них шувалов перед своим уходом с постами, так с барского порядка, на тебе вам 5 миллионов. Хотя конкурс, в котором они участвовали, там конкурс или грант какой-то, ну что-то, блин, 2 миллиона всего лишь был. Он им 5 миллионов дал. Нам ничего не дают? Вообще ничего. Только штрафы, 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 штрафы. Проверки, проверки, проверки. Проверки, проверки, да. Скандалы, скандалы, волонтеры. Расследования. Да, интриги, расследования. Я с 2021 года начал подавать документы на аренду этого земельного участка. Ответы были, что там интересы третьих лиц. Хорошо. Я уточнил, какие интересы. Там имущество третьих лиц. Не вопрос. Я приобретаю все это имущество. Договор купли-продажи. Акт приема-передачи. Собаки в собственности. Каждая досточка здесь в собственности. Тут каждые вагоны в собственности. Забор. То есть весь стройматериал, собственность. Есть документы на это все. Я им предоставляю это все. Вот я это самое третье лицо, которое директору ухода Зарянов Максима Геннадьевича, к физлицу Зарянов Максима Геннадьевича, не имеет никаких претензий. Что там на этом земельном участке находится мышка. Интересы третьих лиц? Опять подаю. Подожди, а каких третьих лиц? Я не знаю. Опять подаю заявление на аренду земельного участка. Опять интересы третьих лиц. А потом уже была отговорка, что судебный принял в этом участке. Сказали, что якобы губернатор отказывает встречи, потому что уже был суд. Она не видит вообще смысла со мной разговаривать. А что у вас с крематорием? Вы же крематорием. Забрали все. Да? А как они забрали? Технику пригнали, вывезли. Так что вот такая канитель происходит. Что у вас крематория использовалась хоть раз? Спасибо Господь. Что, приставы совсем уехали, да? Да. И сотрудников полиции что-то сегодня нет. Вчера хотя бы участковый был? СМИ нет, волонтеров нет, приставов нет. Мультик, идем мой хороший. Беги, беги, беги куда-нибудь, беги. Знаешь, как собаку бежала, которая вот здесь вот жили, там. Они все сбежали. Жета! Жета! Что-то Александр, этот, Ветнадзор не хочет общаться. Обычно такой приветливый. Ага. Тебе боятся просто. Не, они просто понимают, что... Я смотрю, Александр и вообще не хочет общаться. Какая? Ветнадзор, Александр. Ага. Ну, я к нему сегодня подошел. Это же Александр зовут? Да, я говорю, Александр Сергеевич, зачем вы на телевидении сказали, что вы не увидите кормовой базы? Он говорит, ну, у вас же нет запасов корма. Я говорю, ну, вы же прекрасно знаете. Я говорю, что мы забираем с садиков еду. Я говорю, и кормим. Я говорю, вы в понедельник в 9 утра хотите, чтобы у собак еда была? На неделю. Нет, ну, хотя бы на этот день. Я говорю, мы забираем в 3 часа дня после обеда в садике, когда все дети уже спят. Потому что мы заезжаем на территорию, чтобы, не дай бог, как бы не произошло никакого ЧП. Потому что в 2 часа они кушают или в час. И с 2 до 4 они спят. То есть вот в этот коридор, чтобы ни машин там не было, чтобы ни родители не ходили, мы приезжаем, чтобы... Ну, для безопасности. Я говорю, вы приехали в 9 утра. Говорю, что вы хотите у меня увидеть? Ну, говорит, ну, не было же. У вас же всегда, говорит, корма были. Я говорю, да какие, говорю, корма. У нас денег на корма нет. Мы кормим едой с садиков. Я говорю, вы это знаете. У вас есть, говорю, все договора. Говорю, вот такие. За один раз я привез вам вот такую пачку документов. В прошлом году, когда пошло переоформление на меня. Ну, ничего же нету. Я говорю, ну, ничего нету, здорово. Нету, нету. Просто я сейчас Александра Сергеевича спросил, говорю, это, что есть критические случаи. Он что-то так сказал, что вроде как есть. Какие? Не знаю, не успел уточнить, потому что... У нас две старые собаки, которые уже по возрасту старые. Нет, я тебе рассказываю. Ну, то есть он был занят, сказал это, пока занят. Вот я хочу, чтобы он освободился. Хоть, чтобы прокомментировал. У меня, получается, смотри, с подразделения Росгвардии я забрал несколько собак. Вот одна из них, вот зато там бегает, метис-кавказца. И вот там у меня сидел граф. Ему уже 16 лет. Кавказец. У него уже больные суставы, у него больные зубы. Естественно, у него отдельное питание. Ну, просто по возрасту собака уже старая. Это критический случай. Они сказали, что он там вообще-то весь никакой. Я говорю, чего хотите, ему 16 лет. Вы хотите, чтобы эта собака у меня была, как вот этот тут молодой щенок? Ну, естественно, он уже, да, он не может уже подниматься на ступеньку. Просто не может. У него не позволяет уже суставу это делать. Это по человеческому возрасту где-то 90 лет лишних. И что? Ну, вот они сказали, что он типа печальный. Короче, волонтеры считают, что собаки плохо содержатся. У них там какие-то болячки. Забирают, везут в ветеринарии, лечат их и не возвращают. При этом документы, доказывающие, что животное было пролечено каким-либо образом, и что у него были какие-либо наличия, каких-либо заболеваний, там болячек не предоставляют. А собаки на балансе приюта. Я уже иду на то, что я понимаю, что мне потом придется как-то что-то отписываться, где эти собаки. Берут собаку? Берут. Пусть берут. Все. Собака будет в нормальных условиях? Нормальных. Хороших? Хороших. Все, пожалуйста. Подскажите, а сейчас ждем, пока они на Белый Ярд отвезутся? Сейчас. Там вернутся. И пока до последней собаки еще? Ну, я думаю, еще один раз и все. Там 8 собак. Что, все? Всех собак вывезли? Да. А кошки у вас давно, да, съехали? Да. Кошки на морозе, тому подобное. Я смотрю видео с камеры. Заходят. Ну, как бы не буду говорить, что это именно она, но похоже на Ирину. Не на Мурзину, Богдану, а на другую. Вот. Заходят и распакнут. И вот так вот что-то выносит. У меня там стоял обогреватель. Обогреватель? Я тут же в полицию. Показываю видео, все. Ну, не доказать же. А обогревателя нет? Обогревателя нет. А потом говорят, собаки в холоде. Да, кошки. Вот так. Вообще здорово. Не мило, как нам разобрали забор. Положили около дороги все. Это кто разобрал его? Это лесопарковое хозяйство вчера. Тут у меня видео есть, как он ломом выламывает мне там замок. Тихо. Он не понял, а при чем тут лесопарковое хозяйство? А это все, если я это все не вывезу, это будут все они демонтировать и убирать. И повезут куда-то на Александрию, там где-то какое-то есть место хранения. Е-мое, ну столько трудов. Вот эти ворота мы делали, вот эти столбы ставили. Представляю, сколько тут работы вообще. Тут весь мусор убирали. Вот эти вот трубы мы за свой счет покупали. О, еще и ноги устанавливали тоже. Да, на, девушка. А сколько штук-то их, Сеньков? 8. И так оставили. Даже не занесли туда на территорию, а просто купол бросили здесь. Это стройматериал, который куплен был за деньги. Это не как бы... Все. Это деньги, все. Это либо купленные на свой, за свой счет, за свой карман, за свои деньги, либо это дарено. Но это тоже люди как бы потратили свои силы, средства на это. Так нельзя. Забирай, Алёна. Да у меня их и так уже в зоопарк дома. Сколько? Четыре. Как у столбы сейчас выдирать? Они почти на метр вкопаны. И утрамбованы. Ну, требования кого там, ветнодзора или кто там, комиссии были. Как требовали, так и закопали. Попробовали выдернуть один столб, у нас не получилось. Мне пришлось вокруг метр, вокруг радиус откопать. Только тогда его выдернули. Нагнали кучу проверок. Они выписали предписание, там, столбы, заборы возвести, там. Вот, вот, мы все сделали и что? А теперь надо это все убрать. Это кормящая мама. Сейчас будет стресс, молоко стынет, и щенки умрут. Какие красивые, а? Что, закрывается? Ну, что, вот, сейчас здесь несколько идти выбираться. Тебе помощники надо? Конечно. Да, если дай телефон. Записывай. Можешь в пользу здесь лучшим обратиться. У кого есть свободное время, у кого есть возможность, у кого есть силы, желание, звоните. А лучше пишите на WhatsApp, либо в телегу. 8-9-3-2-2-5-3-7-7-7-0. Максим, СТВ-шникам не верьте, я не Михаил, я Максим. Могу показать паспорт. Какая помощь уже? Ну, разбирать вольеры, собирать стройматериал хотя бы в одни стопки, чтобы можно было потом загнарать технику и сразу вывести разом. Не собирать по каждой досточке отдельно. Есть поддоны, на поддоны будем складывать стройматериал, чтобы фискаль сразу подошел, тросом поднять и загрузить. Разбирать вольеры, также это все складировать в одну пачку. Ну, по поводу техники перевозки вагонов. Кран один добрый человек предоставит со скидкой. Надо будет, если есть какая-то возможность финансовой помощи, либо, может быть, у кого-то есть трал, негабарит. Ну, тоже не откажемся от помощи, будем благодарны. Тут много чего делать. Элементарно выдергивать столбы, его не выдернешь. Либо откапывать, либо бензопилой связать под корень и тоже складировать. Трубы, вот эти вот трубы, вкопанные на 2 метра, которые подвороты делали. Как их выдергивать, я даже представить не могу, потому что форма одежды теплая. Теплая, непромокаемая, потому что погода отвратительная, даже не зимняя. Вчера было минус 2, было дико холодно. Сегодня плюс 2 дождь идет. Вот, горячий чай, горячие напитки, негорячительные, горячие. Потому что будем работать со стройматериалом, не дай бог пораниться. Обувь. Обувь желательно, если у кого-то есть не менее берцев. Потому что некоторые есть там доски с гвоздями, можно напороться. Перчатки, перчатки прорезиненные какие-нибудь, под них 2-3 пары хэбэшных, чтобы руки не отморозить. Простите, теплом особо не могу обогреть. Единственное, будет это Соболь автомобиль, в котором там 7-8 человек могут погреться разом. Там есть столик, можно будет попить чай, можно будет перекусить. Что-нибудь для перекуса я придумаю, там печеньки какие-нибудь, что-нибудь такое. Вы сами принесете. Так что очень нужна помощь. Мы дали срок до пятницы. Но так как пятница у нас последний рабочий день. Пятница это какой день? То получается у нас будет в запасе еще суббота-воскресенье. То есть суббота-воскресенье не рабочие. Ну то есть самый-самый край это воскресенье вечер. 7 ноября 2022. Здесь не должно быть ничего. Вот это же не ваш участок, да? Нет, не нас. То есть вот эти плиты вас не касаются? Ну как бы их привезли, сказали еще в 19-м году, я даже не знаю кто привез, сказали, если вам надо будет, пользуйтесь. Ну у нас не было невозможности ими воспользоваться, как бы ничего такого. Если у кого-то имеется возможность складировать у себя какой-нибудь стройматериал, будки для животных. Если кому нужны будки для животных, о цене мы договоримся. То есть как бы естественно понятно, что сейчас у нас будут очень большие финансовые затраты. Мы и так сюда изначально в 19-м году вложились. Ты лучше скажи все вопросы по телефону. Все вопросы по телефону, да. Желательно писать либо в WhatsApp, либо в Telegram. Стой! Угу. Они подерутся, не надо! Фор! Фор! Не заставь! Стой! Бл***ь! Сука, болото! Бл***ь! Сука, еб***ь! Тихо, тихо, чуть-чуть, а ласкет! Все, 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 хорошо. Сразу вон, 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 вон. По идее у каждой должна же быть отдельная клетка для перевозки. По суке-то, да? Давай, стой! Ну что, по граммаху не так. Да его на руки возьми, да и все! Он же без проблем. Да! Он не кусается! Он не кусается, он не кусочий! Любой начнет кусаться, если его из дома выселять. Ну, есть же уже опыт такой у судебных приставов. Когда в Сузгуте, ровно в 2006 году, да, по-моему, застрелили двоих судебных приставов на шиномонтажке здесь, на Черном Усу. Не так давно, когда год-два назад, когда в Адлере... Одного представителя администрации, одного пристава... А, ну вот, в Адлере тоже, год или два назад, когда этот мужик-то застрелил двоих приставов, его убили в тюрьме, вот, где-то, может, месяца два назад. Да? Причем, прям, вообще, даже и следствие, что убийство. Устроение имя. Да? Ну, я говорю, сейчас, если, это, дальше так все будет продолжаться, что вот эти чиновники будут из себя воображать таких башков. Русский долго запегает, но быстро едет. Как бы, это пословица... Ой-ой-ой, сколько лет уже? Просто я понимаю, что Владимир Владимирович Путин и создал Росгвардию для охраны общественного порядка. Вот его личный чок. Но, в общем-то, недовольного народа больше, чем сотрудники правоохранительных органов и всех остальных. А, в общем... А всего 115. Вот, видите, а было 143. 115 осталось. Два года назад было 180 и 60 куш. Лови, не знаю, как хочешь. Книг, 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 книг. Куда делись собаки? Константин, мы договорились, да? Да, наверное, попробуем, постараюсь. Все хорошо, благодарю вас. Ответ настоящего мужчины? Да. Да, наверное, подумаем, постараемся. Помнишь меня видео из фразы? Вот так обычно тихо приюти. Подойди, пожалуйста, чтобы это было... Я на основании собственника этих собак, я вам запрещаю даже подходить к ним. Хорошо. Хорошо. Кому к ним? Каким собакам? Которые сейчас в отлове, я вот этим вот участникам группы Павмагии, Верное Сердце и другим вот таким личностям, которые с вами связаны официально, запрещаю. Я сегодня составлю документ, в основании которого я запрещаю вам к ним подходить. Даже то, что не содержится у Константина Аркадьевича... А то, что у тебя собаки сидят в говне, вот это, это нормально, да? Да то, что вы сюда привезли собак, не спросив – это нормально? То, что вы воровали собак, воровать – нормально? Каких собак? Таких! Скажи, что ты не привозила собак. А чё вы снимаете-то? М? А чё снимаете-то? Чё вы снимаете? Ну чё, вы на камеру снимаете? Чё вы на камеру снимаете? Ну как? Не надо меня снимать? А я вас не снимаю. Я держу селфи-палку У вас же праздник сегодня Вот смотрите, экран выключен Я просто курить хотела, а вы мне снимаете Нет, я даже руки не подносил, вы не заметили? Не надо меня снимать Я вас не снимаю Вы сами же видите, в каких состояниях собаки сидели Алена, а он один за всем смотрел? Я понимаю, он один Но почему он нас в то время не стал пускать? Если нас пускал бы, все было бы хорошо Мы бы всего тоже добились бы Раньше люди сюда ходили А Ангелина, она приезжала, она даже с машины не выходила Не надо снимать, я уже говорю Вы хотите отдельно поговорить? Не, ну мы же в курсе, я же тут постоянно был, вы же меня видели Ну, просто не надо снимать, вы вот это селфи держите? Я в общественном месте нахожусь Наши разговоры за то А? Наши разговоры за то снимаете, да? Ну, вы стесняетесь? Ну, вот я сейчас разговариваю, но нет Почему стесняетесь? Если стесняетесь, так и скажите Просто я не хочу, чтобы меня показывали Потому что я на больничном А что же вы тут делаете? Я тоже болела А что я тут делаю? Ну да За собаку я переживала Я всегда за собак переживала Мы тоже переживаю Я тоже с больницы убегала и сюда приезжала Вон Макс не даст соврать Он мне говорит, ну что я больная Во время... С больницы убегала и приезжала в приют, кормила собак Вообще, как-то странно, что вот такое разделение какое-то, да? Ну, вроде как мы все одно делаем Хотим же, помогать же тоже Да, а почему каждый? Каждый тянет, как будто эти собаки золотом обвешаны Или что? Ну, все вместе, надо всем собираться Объединяться И тогда легче будет Вот это все надо убирать теперь, да? Вот это все убирать надо Угу Теперь в этом приюте будет все время тишина Точнее, не в этом приюте, а на этой земле Здесь уже нет приюта, по сути Ну, вот у Максима видно сразу на лице, что у него болит душа Что? Что у тебя болит душа Не, у нас все болит Вот так Ну, вы же радостные Ну, у вас же праздник, вы же сами себе сказали У вас праздник, вы радостные и довольные, что вы сделали Три года уже говорили, с 19-го года Говорили, забирайте, забирайте собак Забирайте, забирайте И снимаем Чего не забрали ни одну собаку? Ну, с 19-го года, Ален Я это сам слышал Предлагали С 19-го года мы предлагали забрать всех собак Всего хорошего До свидания До свидания Вот тоже как Представители, уезжаем До свидания Вот вам пожму руку Благодарствую До свидания Спасибо за вашу помощь Ну, при мне много раз, и на видео это зафиксировано Максим говорил Подожди Максим говорил Возьмите собаку под свою ответственность Пожалуйста, забирайте Пожалуйста, забирайте в хорошие условия Но только оформите это официально под документ Покажите, что у вас есть хорошие условия и забирайте Близняк начала же это все делать Мы думали, что она нам же все это поможет Я всем волонтерам даже под видео Я говорил, что если вы покажете, что у вас есть лучшие условия И вы готовы взять на себя ответственность официально Переоформить на себя собак и забрать Я сам вам помогу в этом Я здесь именно с целью зафиксировать все на видео А меня зафиксируете тоже Не только у вас Ваше мнение, вы же как Один из волонтеров У нас есть волонтер Оксана Она даже когда хочет забрать какую-то собаку Она мне звонит Говорит, Максим, я хочу забрать ту-ту-ту-ту собаку Я говорю, хорошо, забирай Она за, наверное, последние месяца два Пристроила четыре собаки в хорошие руки Вот я могу сказать Она волонтер Вот прям четко, конкретно Она волонтер Я вообще ничего не говорю Она одна тут даже Когда и вы были Когда был ее день Она в минус 30 градусов До пяти, до шести утра Здесь одна ботрачила А мы что, не ботрачили? Как же ботрачили? Ну, молодцы А как мы таскали у меня Ну, только понимаешь Ален, она по сей день Подожди Ален, она по сей день с нами И я ее и пускаю И она говорит Я приеду с той-то-той-то девочкой Можно? Я говорю, можно С благими намерениями человек едет Пожалуйста, приезжайте Потому что вы ее пускаете Меня бы пустили Я бы тоже приезжала Я тебе сейчас сказал Я сказал С благими намерениями Пожалуйста, приезжайте Так нифига Мы приезжали Вы же сразу Вот было как-то по осени В том году Мы ходили тут, кормили Вы приехали с Ангелиной Уже тут, как тут Уже полиция приехала Тут, как тут Полиция приехала Ага А вам можно было это делать? Вопрос такой У нас согласование с нами С вами было такое? Нет Ну вот Без согласования Я сейчас пойду к тебе домой Сломаю тебе замок Вскрой его аккуратно Не сломаю Мы у тебя не ломали Зайду к тебе домой И залезу в холодильник И там Ну сяду сам покушаю Нет, я говорю Я аккуратно вскрою замок И зайду к тебе в квартиру И буду там хозяйничать Правильно это будет? Домой-то не надо Мы же не домой зашли Так это тогда Это собственность была Вы домой зашли В тот момент Это еще была собственность Это называется Чужое имущество Земля была в аренде И значит Она была в собственности Если уж ты, Ален Вот так вот Действительно Грудью на амбразуру кидаешься Как ты это любишь делать Это не с плохой стороны я говорю Наоборот Это с хорошей стороны Ты вот Мы тебе сколько говорили Ален Посмотри С кем ты там общаешься Тогда с больницы сбежала Прибежала в приют помогать Сейчас тоже Ты второй день здесь Остальные-то ваши Где героини? Ну они все работают Хорошо Ладно Ну другие дни Когда действительно Ты оставалась здесь одна А все кричали Ооо Все такие плохие Да, Алена одна Да, Алена одна Ну вы же одна Шайка Лейков Павмагина звались Где вы все? Ты не задавалась таким вопросом? Я тут А где все мы не знали Так, Ален Ну а что? Ну я тебе сколько лет уже это говорю И ты мне сейчас говоришь Мы с Сашей тут делали Почему вы с Сашей вдвоем делали Когда надо было устроить митинг Больше 50 человек приехало А остальные А когда вы тут Как ты говоришь Саше Я тоже Да, я это подъедаю Я приехала тогда Подожди Стой Ты не пускай Я говорю тогда Да, действительно Вы с Сашей вдвоем тут батрачили И ты одна батрачила А остальные ваши Ваша шайка Лейка Павмагина сейчас Верное сердце Где? Света тут была Ну Света тут была за деньги Не забывай это Ей платили за это Ну кстати, да Смотри Я два года назад приезжал Тут было 50 человек Они устраивали скандал А когда А когда дело доходит до дела Что надо покормить Убраться Алена одна Нет Не покормить Убраться Вот сейчас По сути Произошло то действие Которого они добивались Все три года Ну как минимум три года И кто из волонтеров Пришел Только Алена Ну вчера Была Оля Ира И Алена Ну я говорю Оля Ну то есть Две Оли были Сколько? Пять человек Ирина была Которые на самом деле Проявили это Ну может у кого-то Не получилось Ну не понимаешь Оно в течение Действительно трех лет Я вот на самом деле Блю и всегда говорил Не отравлены Если не отравлены Давай не отравлены Просто ну Ален Ты помнишь новости Два года Нет Где-то Да Два года назад Мэр нашего города На тот момент Шувалов Вышла новость Что выделено Уже выделено 140 миллионов Из бюджета На новый приют В городе И уже Составляется Проектная документация А вот по факту Сейчас на данный момент Прошло два года Нету ни приюта Я говорю Вот у меня соседка Как говорится Мы в одном доме Живем И гуляем С собаками Она говорит Работает над этим уже Так что-то долго работает Вот вы бы взяли Наоборот Объединились Вот тебе 50 человек Волонтеров Взяли бы Максима Взяли бы меня Подождите Подождите Дайте договорить Взяли бы меня Взяли бы 50 волонтеров Ваших Девчат И мы бы все вместе Пошли бы в администрацию И сказали бы А где 140 миллионов Гуляет два года Почему до сих пор Не построен приют Нормальный Хороший Современный Ну так они же С нами же Не хотели же Никакого этого Самодействия Ну если вы Без спроса Приходите на их территорию Какое может быть Взяли бы 10 лет Надо же договариваться Вот я считаю Надо было Объединить усилия Я говорю Если бы не поругались бы Тут бы люди Сколько людей ходило Столько людей И Сургут Нефтегаз Что не помнишь Они и сапоги И валенки Приносили И вещи Приносили Люди приезжали Летом Когда у нас тут Вода рыжая была Раз они сказали Что 140 миллионов Выделили Надо было Все вместе Объединиться И пойти в администрацию И спросить Где приют И следить За ходом Вот этих миллионов Надо было Следить за этим А потом Они мне тут Такие придя Да мы тут За тебя Вагон Я вас просил Это делать Тихо Вы слышите Тишину Только человеческая речь В приюте Для животных Это Для меня Это Даже для меня Это непривычно Я здесь Сколько Раз 50 был Здесь не больше Редко Такая тишина была Ну одно Виде У тебя такая тишина есть Да Ну и когда Мы с вами тут Работали Почему редко Когда мы тоже работали Когда собак накормим И тишина Ну я тут сюда приезжал Мне это Когда помогал Это тишина была А когда приезжал Правозащитой заниматься Тут постоянно Какие-то скандалы Ранее Крики Собаки Нервничают Не туда свои нервы направляйте Надо было всем объединиться И всей толпой Сотни человек Пойти в администрацию Спросить Где 140 миллионов на приют Где вообще муниципальный приют Который обязан быть в городе Тишина У меня вчера отсюда выехал У меня аж слезы были Да Тишина Да Займи и выпей Как на кладбище Вот ты правильно что сказал Как на кладбище Я вчера вот как Ну непривычно же Ну собаки остались Там часть Хожу общаюсь с собаками А их же нету Ну как вот Ну такое ощущение как Ну холода Одиночество Короче С собаками разговариваешь А их-то Ну они там На белом миру Где-то Ну они там С собаками разговариваю С собаками разговариваю А их-то С собаками разговариваю Продолжение следует...